всем привет друзья с вами снова аквамена сегодня у нас рубрика семидольки рубрика которой давненько уже не был на канале немножко ранее мне подписчик прислал письмецо с загадочными семенами одни похожие на вот эти вот маковые зернышки и другие семена личи вот эти вот малыши они в дальнейшем будущем являются тем что называют драконовый фрукт колючая груша драконовое яичко петахая или питая да друзья сегодня речь пойдет о виде кактусов которые цветут шикарнейшими огромными как правило белыми цветами и плодоносят да да съедобно плодоносят причем пищу употребляют плоды как правило трех видов кактусов одни желтые снаружи белые внутри розовые снаружи белые внутри розовые снаружи розовые внутри почему так называется потому что плод напоминает чем-то яйцо дракона то есть он как будто покрыт чешуйками драконовой чешуи если так можно сказать соответственно очень дерзкие очень яркие на вид их можно есть них полно витаминов плоды могут достигать до одного килограмма теперь по поводу проращивания этого растения семена я замочил на сутки примерно в обычной воде затем всю полученную массу вылил на обычную смесь для цветов и поместил все это дело во влажный контейнер через пару недель у меня семена повально начали прорастать причем прорастали даже те которые были на стенках влажного контейнера без субстрата то есть прорастаемость колоссальную этих семян через полтора два месяца можно видеть то что вы немножко видели раньше и вот эти проростки нужно уже рассаживать через еще несколько месяцев мы получим вот такое вот растение это не то что выросло из тех ростков это растение у меня значительно раньше уже находится по поводу почвы здесь почва должна быть близка по составу кактусовой почве по поводу освещения должно быть ярким или умеренным полив обидный потому что это все-таки кактус относится этот кактус к эпифилиумом эпифилиум это архидный кактус то есть у него побеги его очень длинные они прирастают ко всему что только возможно первые упоминания об этом растении относится к 13 веку плоды этого растения жевали еще индейцы есть даже в америке не только в америке кстати растение пришло из центральной южной америки к нам и есть существует даже фермы по промышленному выращиванию петаха и как они это делают они берут осиновый или не осиновый кол вбивают в землю оставляют два-три побега которые вырастают на высоту полутора метров около полутора метров эти побеги привязывают к шесту и обрезают макушки с мест срезов лезут второстепенные побеги которые цветут и в дальнейшем плодоносят некоторые виды петаха и сам опыляются а некоторые нужно опылять по поводу цветения по поводу плодоношения 5-6 раз в год можно получать плоды с момента цветка с момента цветения до получения плода проходит в среднем 30-50 дней по поводу вкуса должна быть сладковатая очень сочная мякоть в которой куча 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 семян как раз таки благодаря этим семенам растение размножается но также размножить можно это растение просто взяв оторвав побег и прикопав через некоторое время она становится укорененным и начинает самостоятельную жизнь то есть ничего абсолютно в этом сложного нет по вкусу я не пробовал каково это на вкус я все жду когда у меня это растение зацветет до сплот будем вместе все это дело ждать но пока пишите в комментариях кто выращивал это замечательное интереснейшее необычное растение кто получал плоды кто ел эти плоды но с вами был аквамен увидимся совсем скоро в новых видео всем пока пока друзья я